всем привет сегодня мы сделаем 5 вариантов магнитика в виде цветка крокуса символа крыма вот с такими вставочками фотографий итак давайте начнем заказчик попросил форму магнита именно вот как тут и различные виды чтобы были вставлены в сам цветок давайте заблокируем картинку и начнем отрисовывать сам цветок крокуса берем ломаную линию и рисуем и так часть отрисовали теперь следующую палочку берем немножко запасом здесь чтобы потом объединить эти два элемента теперь объединим выделяем оба элемента и нажимаем объединение вот у нас получился один теперь нам нужно отсюда вырезать вот эти элементы давайте этим и займемся субтитры создавал DimaTorzok Итак, теперь давайте вырежем вот эти внутренние элементы из прокуса. Выделяем их все, группируем, затем выделяем то, из чего нам нужно вырезать, и выбираем задний минус передний. Все, у нас получилось. Давайте зальем его цвет, и мы увидим как раз, что у нас вышло. Убираем абрис, и получился вот такой цветочек. Так, теперь вот сюда нам нужно вставить картинки. Так, нет, нам нужно еще второй, вот этот тоже использовать. Дублируем. Увеличиваем. Давайте выделим его другим цветом и поставим на уровень назад, то есть за желтеньким цветочком. Убираем, остановить перед вот этой картинкой. Так он у нас будет. Вот. Теперь нам нужно лишнее отсюда убрать. Выбираем инструмент обрезка. Помним из прошлых уроков, что элемент, который мы обрезаем, должен быть выделен. Иначе обрежется все, что есть вокруг. Вот так у нас получился. Теперь, что нам нужно? Вот эта форма крокуса у нас будет форма самого магнита. Для этого нам нужно сделать некую подложку. Пускай она будет такого серого цвета, допустим. И на нее перемещаем с помощью дублирования наши цветочки. Объединяем их, чтобы создать общий, чтобы мы понимали. Теперь мы выделяем вместе с этим цветочком фон, который мы сделали. И выбираем пересечение. Что происходит? Удаляем фон, удаляем цветочки. У нас получился вот такой... Вот такая подложка. Можно было, хотя, наверное, ничего не делать. Просто объединить эти два цветка. Ну ладно. Давайте уберем отсюда все вырезанные элементы. Очень просто. Просто удаляем узлы. Все, которые находятся внутри. Мне очень часто пишут, просят показать весь процесс работы без обрезки, без удаления всяких действий, которые мне кажутся лишними. Вот поэтому и я не буду это обрезать. Смотрите и учитесь на моих ошибках. Видите, когда можно было просто объединить два цветочка, я вырезала их еще и из фона. Этого можно было не делать. Ну, даже если сделаны, ничего страшного. Времени потеряли немного. Итак, вот такая у нас форма получилась. Так, нам нужно еще вот эту внутреннюю часть тоже убрать, так как это очень слишком будет тонко для магнитика. Если взять вот эти точки, смотрите, видите, у них направляющие идут туда. Мы можем просто либо стрелками их поставить ровно, либо можем выделить две этих точки, чтобы образовалась прямая линия, мы можем выбрать инструмент, преобразовать в прямую. Вот такая у нас подложка магнита получилась. Нам еще нужно ее немножко будет увеличить. Насколько увеличить, давайте посмотрим. Поставим ее сюда. И снова поставим порядок. Так, на заднюю. Становить перед картинкой вот этой. Вот у нас стал такой у нас полчаса магнитик. И немножко увеличиваем. Можно вот так либо. Но тогда нам придется выпрямить снова точки, вот, например, вот здесь, которые уходят. Либо давайте отменим и выберем инструмент контур. Какие тут у нас? Вот, контур. Здесь мы выбираем внешний контур абриса. Вот, видите, он у нас за ту область, которую мы сделали, вышел. Тут можно выбрать его цвет, его ширину. Ну, такая ширина нас устраивает. Что мы делаем дальше? Помним, что этот контур, это абрис. То есть, если мы будем его увеличивать, уменьшать, он также, ну, сама толщина меняться не будет. Это будет непропорционально. И в любом случае для печати все абрисы, все контуры у нас должны переведены быть в объекты. Поэтому, что мы делаем? Выбираем правой кнопкой мыши разъединить контурную группу. Теперь у нас контур и вот эта подложка серенькая, это два разных элемента. Выбираем контур, нажимаем, выбираем контур, нажимаем преобразовать в объект. Проверяем. Что у нас получилось? А, ну вот. Теперь мы можем либо просто удалить серенький фон, либо объединить, ну, удалить было проще. Итак, что мы делаем дальше? Основа магнита у нас готова. Теперь нам нужно вот в этот крокус, в бутон, вставлять различные виды. И также заказчикам задан размер магнита. Это примерно 3 на 4 сантиметра. У нас сейчас 11 ширина и 11 высота. Давайте выберем, чтобы было 4. Сохраняем соотношение, нажимаем замочек, чтобы все пропорционально уменьшалось. Пишем здесь 40 миллиметров и автоматически вот он у нас так сократился. Нам нужно 5 вариантов. Делаем 5 вариантов. Теперь в каждой мы вставим различные виды Крыма. Что нам для этого нужно? Нам нужно, во-первых, найти 5 фотографий. Заходим в Яндекс, выбираем размер, пускай будет большой размер. И смотрим, ну, первое, естественно, там, ласточкино гнездо. Какого бы выбрать посимпатичней? Посимпатичней. Ну, например, вот это. Нет, качество не очень. Вот этот хороший. Копируем, вставляем. Нажимаем растровое изображение, преобразовать в растровое изображение, чтобы у нас RGB перевелся в TSMIC. Разрешение 300 точек на дюйм. Уменьшаем. Теперь нам нужна форма бутона, в который мы вставляем. В общем, делаем объект, напоминающий примерно вот этот крокус. Слишком нам не надо повторять его, потому что это все равно будет за ним на слое. Перемещаем сюда, вот в эту область нам нужно вписать нашу картинку. Уменьшаем еще. Можно белым обвести, чтобы было лучше видно. И смотрим. Можно еще, наверное, уменьшить. Можно отзеркалить. Так вот даже будет посимпатичнее. Выбираем оба объекта и нажимаем пересечение. Эту оставляем штучку. Она нам понадобится для других фотографий. Теперь нам нужно вставить. Выбираем порядок. Установить за. Выбираем вот этот желтый цветочек. И вот такая красота у нас получилась. Но мы еще забыли с вами сделать кое-что. Давайте-ка мы это удалим. Цветочек у нас белый. Этот у нас цветочек тоже белый, но ему нужно поставить прозрачность. Вот так. И фон магнита нам нужно сделать. Еще давайте немножко его выровним. Фон магнита давайте поставим вот как здесь. Можно. А можно сделать прям градиентом. Так. Выбираем цвет здесь. И цвет тут. И ставим. Вертим. Допустим. Вот так. Можно второй цвет выбрать немножко посветлее. Вот такой магнитик. И продублируем, чтобы сделать оставшиеся варианты. Удаляем фотографии эти. Здесь у нас будут другие. Возвращаемся в Яндекс. Смотрим, какие у нас виды Крыма еще есть достопримечательности. Давайте так и введем. Достопримечательности. Посмотрим, с чем, что есть. Посмотрим, с чем, что есть. Это храм-маяк. Преобразовываем растровое изображение. Уменьшаем. Посмотрим. Посмотрим. Вот так. Так, что ещё? Находим что-нибудь? Это у нас Французский дворец в Крыму. Давайте его возьмём тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Киноевская клепость. Давайте её тоже. Добавляем. Добавляем. И последнее осталось. Что мы выберем? Можно вот эту картинку. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие пять вариантов у нас получились. Теперь мы их сохраним для заказчика. Чтобы он утвердил. То есть нам нужно сделать такую превьюшку. Нажимаем выбрали все наши пять магнитиков. Создали область, на которой они будут располагаться. Нажимаем Ctrl E. Пишем магниты. Крым. Выбираем JPEG. Только выбранные. Экспорт. Цветовой режим CMYK. Ок. И этот файл мы тоже сохраняем. Все. Теперь я отправлю это заказчику на утверждение. Если он попросит поменять изображение, поменяю. Так, в принципе, работа закончена. Всем спасибо. Не забывайте выполнять домашние задания. Присылайте мне их. В том числе и под этим видео. Домашние задания уже есть. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пока.